Итак, дорогие друзья, с курса 33 мы переходим к очень интересным вещам. Это on-touch down, on-touch move, on-touch up. То есть, грубо говоря, работаем с основными событиями. Я не зря решил записать это видео, так как код может напугать. Но я сейчас покажу, что мы вот этим трем событиям, сначала мы их перечислим. Ну вот, смотрите. Сначала мы их перечислим. То есть, неважно для киви, это мышь, вот у меня сейчас мышь, либо это палец, либо перо. Вот, мы нажали левую клавишу, on-touch down. То есть, нажали. Дальше, on-touch move, потащили, отпустили, on-touch up. Все, три события основных. Ребят, просто когда человек, который не сталкивался с киви, начинает смотреть на этот код, ему кажется, боже мой, как все сложно. Но мы уделим этому несколько курсов, разберем каждую строчку, залезем в Python. Вот теперь я понимаю, вот не зря я же говорил, да, вот я, сейчас, секундочку, готовил более годы, вот сейчас веду курс по, сейчас, сейчас, сейчас. Python ООП, очень подробно. И все вот эти моменты, кроме того, я все собираю здесь, чтобы в ООП, объектно-ориентированном программировании, вы соображали. Значит, но с киви мы поступим, здесь вот чистое ООП, да, в коде. Мы поступим круче. То есть, мы как бы, вы как бы возьмете вот эту модель за основу, то есть, как создать события, проверить, грубо говоря, клик, перетаскивание, и когда мы отпускаем палец, либо отпускаем мышь. И расскажу о всех методах. А чтобы вам не было страшно, я покажу вот с первых строк, что это будет действительно круто. Ну, возьмем класс. Первый, да, мы написали класс. Значит, кто изучал киви, тот уже вот эту строку поймет. Ну, так как здесь новички, так как новички, дизайн, мы и макеты, релятив или от, это относительный бюджет, мы изучали до этого. Поэтому я просто скажу, что мы используем здесь именно класс киви, относительный бюджет. Это изучите. Далее, вот этот код очень интересен именно со стороны пайта. И очень интересен, я думаю, особенно программист. Ну, новичкам понятно, да, а вот программистам с языка, значит, C2+, как я его называю, и Java, вот здесь они становятся в тупик. А в тупик в чем? Смотрите, интересно. Совершенно здесь идет заблуждение. Вот смотрите, в Python мы делаем так. Self-selected 9. То есть, грубо говоря, сейчас что происходит? Происходит следующее. Мы сказали, что мы выберем в любом месте. А вот мы попозже дойдем. Я буду очень подробно объяснять. Сейчас я немножко, но просто показываю. Да, вот смотрите. В Python есть оператор select. При этом, смотрите, мы его используем как название функции. И уже пишем функцию на этот оператор. Если не выбрано центр x, вот это переменные, это методы киви уже, центр y. То далее нарисовать прямоугольник. Грубо говоря, вот центр, да, и само собой в центр трудно попасть. И поэтому просто описываем, рисуется прямоугольник, и получается у нас кликабельно любое место. Это позже. Я хотел заострить внимание на том, что вот сам selected, само слово, которое мы взяли, да, если взять, перевести это слово, выборка, да, выбранный, оно нигде нет. Его нигде нет. Просто написав в классе, мы создали ссылку на атрибут. Вот я говорю, в этом месте всегда непонятно ребятам, грубо говоря, ребятам и девчатам C2+, либо с Java, что, ну как это так, ничего не написали, просто написали слово, и оно работает. Абсолютно верно. Все очень просто. Self. Self в Python это создание ссылки. Ну, грубо говоря, вы представьте, шкафчик кухонный, да. Если бы мы использовали Java или C, то нам бы здесь надо было написать дом номер там 15, квартира номер там 25, план квартиры, далее написать шкафчик, и вот тут лежит вот этот селектор. Допустим, это выбрать кофе, да. Это было бы, грубо говоря, в тех языках, но это Python. Здесь мы просто сказали сейчас Python, что self. Создать ссылку на слово, которое мы себе придумали, ну понятно, выбрать нечто, да. Мы для себя так вот решили. На выбрать. И никакого значения не задать. Все, создана ссылка, она пустая. Просто есть некое место, которое мы потом заполним в виде функции. А здесь для примера, сейчас это мы, это мы не подробно рассматриваем. Я просто показываю, как будем разбираться, чтобы все дошло. А потом берем метод, метод селек. То есть, вот особенность интересная киви. Обратите внимание, мы прямо в названии и указываем метод селект Python. То есть, метод выбрать. Это стандартный метод Python, его легко найти, грубо говоря, в выборку. И просто описываем уже. Смотрите, сразу описываем, без всяких подготовок. Если не выбран, значит, этот оператор селект, если не выборка. И указываем просто координаты. И опять же, сходу их указываем. Ребята, обратите внимание. Мы их сходу придумываем. Вот это крутость Python. Все на ходу. Бац-бац и готово. Ну да ладно. Сейчас мне важно, чтобы этот код не напугал новичков. Потому что, когда даже пользователи, которые давно, они вот такие вещи зачастую обходят. То есть, конструктор и нет. Кто с Жанго работает, с ним работал. Ну, не забывайте, что я сейчас не подробно вообще объясняю. Но вообще подробно. Но показываю пример, как разбирать. И вдруг видим метод супер, да. Так вот, ребят. На самом деле, это тоже ООП, чистое. Только, чтобы вы поняли. Ну, смотрите. В Python есть описание классов. Первичный класс, который есть, это Object. Объект. Это класс, который описан внутри Python. Просто всегда мы можем наследовать, если мы написали класс от объекта. Сейчас мы это с вами сделаем. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько подробно мы будем рассматривать. Отвлекаемся от Kiwi и рассматриваем пример. То есть, у нас есть класс А. Внутренний класс, который есть, вписан в Python, это объект. То есть, грубо говоря, класс это создание объекта. То мы можем наследовать от объекта. Хотя могли бы вообще ничего не наследовать. Но, далее мы прописываем функцию. Значит, def init self. То есть, конструктор класса А. Что мы здесь сказали? Смотрите. Init это конструктор. Init конструктор, который превращает абсолютно любой код в пакет. Грубо говоря, если далее мы будем использовать этот класс, то он будет автоматически запускаться, как пакет. Потому что стоит конструктор init. Грубо говоря, мы сказали, запускай все автоматом и не дури голову. Это мы можем проверить. Мы просто-напросто, это у нас проверка. Мы взяли класс А. Запустим файл. Все. Запустилась у нас конструктор класса А. Теперь. Вот эта строка супер. И дальше непонятно. Она есть и в Kiwi. Если мы видим вот в этом пакете. Просто я хочу, чтобы даже новичок понял, что это будет все просто. Зачем эта строка? А вот представьте, вот это вот класс объект, который есть в Python. И понятно, что если мы создаем класс А, то уже наследование будет от класса объект. А нам-то это не надо. Ведь класс объект, он очень общий для Python. Логично. То есть Python свяжет, что наш класс А будет как бы ребенком от основного класса. А нам это не устраивает. Ведь мы потом запутаемся. Почему мы запутаемся? Потому что когда вот у нас есть приложение и у нас есть виджет, который крутится, мы четко для себя понимаем, что вот этот вот человечек, это и есть у нас основной класс. То есть вот он крутится, и нам не надо какие-то недра. Поэтому мы должны убрать эту стрелку, грубо говоря, для нашего приложения сделать класс А родителям. А уже все остальные классы наследовать именно от этого класса. Но уже любые там будут, но они будут уже наследоваться от этого класса, от нашего А, но не как от внутри встроенного класса Python, как класса. Понимаете? То есть, грубо говоря, вот эта строка, ее надо просто запомнить, она очень простая. Она то и делает, что... Немножко отлегся. Значит, смотрите. И... Где мой код? И вот в Python думали-думали и придумали метод супер, который вызывает конкретно класс родителя. То есть, здесь... Вот смотрите. Написан класс Б, который наследуется от класса А. А при помощи метода супер мы вызываем класс родителя. Грубо говоря, здесь сейчас мало кода. Но чтоб мы здесь не написали, да, там кучу разных методов, класс Б будет четко наследоваться только от А. А, никакой придури. Все строго, четко и понятно. Итак, еще раз повторяем. Внутри Python классы создаются, как бы мы ни создавали. Если мы указали, допустим, объект, то первичным идет класс, который создан внутри класса. А дальше уже идет наш класс созданный. Например, мы создали класс А. Он бы стоял уже вторым. Он бы был потомком. Так вот, при помощи init, если взять вот этот код, мы делаем конструктор основным классом. Когда мы наследуем, мы применяем метод супер. Метод супер. Метод супер именно считает теперь за родителя класс А. И полностью уже, если брать по дереву, вот как раскрывающееся меню, то класс Б будет применять все методы именно этого класса, как родителя. А это очень важно для понимания для нас в Киви. Потому что мы сталкиваемся с тем, что у нас виджет, у нас есть пространство, и у нас должна быть четкая работа. Так вот, на самом деле, теперь все для нас очень понятно. Вот здесь. Если там вот сложнее был код, Ну, теперь мы посмотрим. Мы создали класс. При этом, этот класс у нас наследуется от относительного виджета. Сразу говорю, дизайн мы изучали ранее. Что такое относительный виджет, и как он работает, это в школе. Далее. Мы создали конструктор, в котором сказали, что класс наш будет родителем. Именно родителем. Def init self quarts. Кстати, если взять Киви, то когда мы видим кварт и две звездочки, мы четко для себя понимаем, что это работает быстро, потому что это работает как словари, то есть хэштаблицы. Далее в коде мы при помощи self, self это создание ссылочки, для себя придумали, ну, вот мы думаем от программы, нам же надо будет выбирать место для клика, грубо говоря, ну, как ты, вот человек же выбирает, вот конкретное кликнул, конкретное место, потом потянул. То есть мы для себя подумали и решили назвать это селектор. На данный момент значений нет. Потом в строке супер, при помощи обычного метода Python, которым есть, мы указали, что именно наш класс и считать родителем. А ведь это мы будем далее применять. Везде мы, это важно, потому что функциях мы дальше будем рассматривать, мы увидим, что мы будем указывать, вернуть родительский класс при отпускании. То есть, грубо говоря, получается, что наша мышь, вот отпустили, все, все осталось. То есть, ни мышь не припрыгнула, никуда ничего. Нажали, отпустили. То есть, все всегда на одном месте. Единственное, что надо запомнить, сам порядок записи. Грубо говоря, метод супер, далее указывается название класса, который, от которого мы хотим наследовать, не наследовать, а который считаем родителем, да, и все его действия наследовать. Далее, сама ссылка. Ну, это как ссылка в интернет, то же самое, ребят. Сама ссылка. То есть, мы ставим, что self указали, это значит, Python понял и создал ссылку внутри себя. Далее, конструктор, init применяется, и далее, quarks. То есть, это удобно. Я недавно совершенно сделал урок, потому что вижу вечные проблемы, у людей не могут понять, как работать с arcs и quarks. Так вот, здесь мы это используем уже. То есть, то, что мы, теоретически я рассказывал, мы уже используем в коде. На самом деле, тут все банально просто. Если вы посмотрите урок, вот этот, как использовать arcquarks, да, то есть, здесь записан курс, очень подробно разъяснил, то мы четко понимаем, что, просто мы знаем, что внутри киви работает как словари, нам не надо не указывать, это же вам не C2+, это вам не Java, нам не надо указывать, просто в Python две звездочки, и данный элемент будет работать с любым словарем. В этом и крутость Python. По сути дела, смотрите, опять же, все банально просто, ведь вот тыкаем правой кнопкой, да, вот если, да, видим красные, да, но, когда пальцем на планшете такого не будет, это вот, если еще раз стыкнуть, она пропадает, то есть, вот, тыкнули, да, тыкнули, я говорю, нажали, в данный момент определились координаты относительно x, и относительно y, но эти же координаты как-то внутри киви выбрались, то есть, словарь на лету сформировал координаты, имеется значение x, имеется y, если представишь, что это сеточка такая вот, то, само собой, можно определить место, допустим, x в 15, y в 20, так вот, именно Quark, когда мы используем, он формирует эти координаты, то есть, выборку на лету, если, ребята, так бы не получилось, теперь вы способны понять, тривиально в том же C, ребят, вам бы пришлось написать портянку практически, кода этих координат, в Python мы поставили две звездочки, умно написали слово Quark, хотя могли бы написать, имея значение звездочки, могли бы написать Вася, это без разницы, ну, просто так принято, что выборка словарей, то есть, именованных объектов при помощи Quark. И код у нас получился всего с двух строк, но при этом в код мы заложили, мы успели сказать, что это класс у нас родительский, мы успели создать атрибут, себе там закинув голову, что надо же будет как-то выбирать, ну, что должно происходить, то есть, дальше будем рассматривать, и мы сказали, что все наследуется от родительского класса, то есть, грубо говоря, теперь далее, используя вот этот класс, все методы, то есть, функции, вот допустим, он touchdown, да, но мы сейчас это не будем рассматривать, это будем в уроках уже рассматривать, то есть, все, что здесь написано, будет относиться, работать с этим классом, грубо говоря, если еще проще сказать, то все будет происходить в пределах человечка, это вот и все, сейчас я как бы быстро объяснял, но просто я хотел показать, насколько подробно мы будем это рассматривать, потому что вот эти три вещи, три вещи, это он touchdown, он touch move, он touch up, то есть, грубо говоря, нажали здесь, потащили, отпустили, они очень важны, это будет, это основа, да, вот нарисовали дизайн, это основа, когда прикосновение, потащил, отпустил, и вот что я задумал, я задумал очень крутую вещь, то есть, как бы, я понял, что надо дать костяк, костяк, когда дана кость, вот как это в моем понимании, да, вот как я это понял для себя, когда дана кость, вот есть у нас события, да, просто покажу, как будем рассматривать, и мы, я уже приступил к этому, это у нас нажали, сейчас по-русски пишу, чтобы было понятнее, нажали, потянули, отпустили, и я подумал, что это надо очень подробно объяснить, во-первых, порядок, нельзя же потянуть, прежде чем не нажать, то есть, они всегда идут по порядку, нельзя отпустить, прежде чем нажать, логично, всегда идут по порядку, нажать, там потянуть, либо не потянуть, можем и тут отпустить, и костяк будет заключаться в чем? В том, что, а какие проверки провести? Проверки провести здесь, 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 а что вернуть? А что вернуть? То есть, самый простой костяк, и на самом деле, когда у вас будет этот костяк, то далее вы уже будете влево-вправо от него отходить, то есть, добавлять какие-то методы киви, и уже расширять, там, допустим, нажали два раза, надо нажать, или там, нажать и подержать, но я к примеру говорю, это хохма, но на самом деле, у вас же в играх ситуации разных, поэтому мы с вами рассмотрим основной механизм, который будет работать для любой игры, вот человек нажал, потянул, все, игры, программы, а уже далее будете расширять, но здесь все-таки еще скажу, мы будем подробно рассматривать, но у киви есть очень крутые вещи, крутизна заключается в том, опять же говорю, будем рассматривать подробно далее, крутизна заключается в том, что в киви на самом деле нет никакой путаницы, да, согласен, документация в киви довольно сложная, она непонятная, надо знать, но, смотрите, когда я вам скажу, а вы знаете, что в киви есть класс Motion Event, он много чего знает, я вам скажу, вот вам надо разобраться с этим классом, вы скажете, зачем, я скажу, ребята, смотрите, вот этот класс, Motion Event, он все знает, он знает, какая координата, он, при помощи этого класса можно определить все, что угодно, где относительно, куда двигаться, у него есть просто метод, я вам говорю, вот у нас есть Klede Point метод, вот вам просто надо запомнить, а что делает этот метод, да, в принципе, в нашем случае и в любой программе, ну, допустим, смотрите, этот метод делает, проверяет, вот нажал человек, а действительно ли сейчас мышь нажата, нам это не надо писать, ребят, вот это и есть крутость киви, нам надо просто указать метод, проверить, и как только человек нажал, все, киви уже знает, что, да, я сейчас нажал мышью, именно здесь, поэтому, смысл, смысл, опять же, состоит, по изучению, я для вас составил такой план, это, по изучению событий, будет состоять, из, скорее всего, четырех частей, вот как я сейчас начал писать, ну, во-первых, он, мы разбираемся, что есть, что, туч, да, он, туч, мов, он, туч, ап, то есть, нажали, потянули, перемещение, грубо говоря, отпустили, второе, мы с вами, разбираемся, в написании классов, да, как правило, лучше всего использовать метод супер, далее, мы создаем костяк, вот, функция, как пишется, нажать, что нам надо проверить, и что вернуть, да, что должно произойти, когда мы создадим этот костяк, именно в коде, как мы делаем здесь, то есть, у нас есть костяк, и каждую строчку кода, каждый моментик разобрали, мы понимаем, что происходит, уже влево, вправо, добавить какое-то событие, вы уже можете экспериментировать и двигаться, и далее нам надо, вот, когда мы делаем проверку, или что, изучить несколько классов, но я вам сразу говорю, что самый основной класс для этих методов, это основа, это Motive Event, то есть класс, который все знает о координатах, о перемещении, по сути дела надо понять, что содержит этот класс, какие он имеет методы готовые, допустим, в данном случае, когда я объяснял метод Коли, Коли Де Пойнт, он определяет координаты, и когда, грубо говоря, человек нажал, и метод сразу говорит, а действительно ли в данный момент нажата мышь, значит, если нажата, ничего не делать, если нажата, значит, делать следующее, сказать, что мышь нажата, и подготовка к следующему действию, то есть, грубо говоря, сейчас мы можем либо отпустить, либо потянуть, я надеюсь, что я вас очень заинтересовал, потому что, это действительно безумно интересно, и я не зря все-таки год готовил курс по ООП, потому что, оно нужно в Джанго, оно нужно для любых программ, но все-таки, вот это ООП, это такая мощь, да, это такая мощь, и эти тонкости надо знать, и как раз у нас в Киеве есть возможность их в жизни применять на лету, и наслаждаться этим кодом, так что, осталось только сказать, как найти, все просто, если взять сайт spb-tut.ru, еще нажать Python for Android, просто здесь длинный домен, python-android.spb-tut.ru, да, вот мы до этого уже приступили к оживлению программы, то есть, научились писать на языке Киевы, ну, в общем, ребят, это был обзор, не пытайтесь сейчас с моего рассказа, понять, что это обучение, это не обучение, я просто показал, что тот, кто хочет программировать на Киеве, писать в мобильные приложения, он их будет писать, кроме этого, подтянем ООП, будем использовать, все будем, все разбираем, все разбираем очень подробно, шаг за шагом, это круто, спасибо.